В Чебоксарах стартовал розыгрыш Кубка мира по вольной борьбе среди женщин. Восемь лучших бойцовских дружин планеты на центральной площадке Ледового дворца Чебоксара-арена вступили в борьбу за почетный трофей. С результатами утренней сессии наш спортивный корреспондент Вячеслав Ильин. Первые сеянные в подгруппах команды Китая и Японии доказали свой класс, одержав победы над командами Украины и Швеции. Ну а нас уже в начале Кубка ждала эпическая битва Россия-США. Болельщики откликнулись на наш призыв поддержать сборную России. И появление на ковре Чебоксара-арены национальной команды встретили шквалом аплодисментов. Такое отношение было понятно. В составе сборной России в категории до 58 килограммов выступает представительница Чувашия уроженка Канарского района Вероника Чумякова, спортсменка в красном треку. К моменту ее выхода на ковер сборная России уже уступала американкам со счетом 1-2. Но чемпионка мира среди студенток сумела одержать победу над Кейлой Миракл, тем самым сравняв счет противостояния. Всю нашу команду поддерживает, и из-за этого больше волнительности, охота выступить лучше, чтобы нами гордились. Дорогие волейщики, вредите сегодня, поддержите нас. Победный почин Вероники подхватили Юлия Пранцевича и Анжела Фоменко. Однако удержать преимущество хозяйкам ковра не удалось. В итоге ничья 4-4. Неделя женской борьбы в Чувашии началась. Кубок мира, который мы обещали привезти в столицу Чувашии, он здесь. Вот, 8 лучших команд мира здесь. И надеюсь, что это доставит очень много положительных эмоций зрителям, болельщикам. Команда Российской Федерации настроена на хорошие результаты. Я болею за сборную России. Мы должны подпитывать своих спортсменов духовной силой. В вечерней части программы, которая начнется в 17 часов, сборная России сразится с командой Швеции. Вячеслав Ильин, Павел Новиков. Вести Чувашия.